Я благословляю вас. Хочу просто поблагодарить Богу и за то, что именно в слове Божьей, в слове жизни. Когда вот мы погаялись, и мы влетели в этот дух пророчества этот, в 93-м году мы не знали, что это за дух. Мы писали, с плагами бегали, рисовали, подарки давали, благословляли, пели, танцевали. Люди освобождались. Он говорит, а вообще не представляешь, что такое. И Матсула говорит, Господи, что с ними не так? Они вылетают. Вот когда их даже не просишь, Господь им говорит, они просто такие, какие есть. И это пробуждение, оно не уходило. Оно оставалось просто, Господь, с характером работал и с сердцами. Я в этом живу уже много двадцать часов в год. И сколько уже через моих руки Господь благословлял людей. И было слово такое, что вы будете множиться. Это не просто умножение. Как атомная реакция распространяется. Приезжали пророки, не освобождали. И служители, не освобождали помазание. Но это самое лучшее, что он в нас его вложил. Бог передает вам, а то, что лучше у вас, он нам добавляет. И как сообщающие сосуды, не будет недостатком ничего. И я просто благословляю то, что Господь в слово дал мне. Я просто это подарки, все святки, всей церкви даю. То, что Господь на сердце положил. Сейчас я покажу. Господь погружает в большую любовь. Это была вот маленькая фотография. В большую любовь погружает. Смотрите, обнимая уюта, Господь с ним говорит, вот так вот так оценить для меня. И это для всей церкви, и лично вот для семьи Вани и Оли. Сидите сюда, дорогие. И вот это тоже. Это сейчас тоже скажу. Раз, не берешь. Еще. Стоят. Ну, ходи сейчас посыпаться. Это все церкви, Има. Вот эта мышка, это... Это все поможет, чтобы она прожила, чтобы она прожила, чтобы она прожила, чтобы она прожила, чтобы она прожила. Не сделай. Спасибо. Это приходило каждый день по-разному. И вот последний момент, что в любовь погружать, именно с Каринхиным, что мы просто будем так жить. А вот это... Сейчас я прочитаю. Дарите любовь. Вот то, что я делаю. Просто дарю, прикасаясь к картону. Дарите, картону. Я видел Лилию, плавающуюся на черной болотной воде. Вокруг все прогнило, а Лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась ляг. Она покачивала Лилию, но и пятнышка не появилась на ней. Вот смотрите, мы это церковь. Спасибо. Вот. Вот это мир. Он грязный. А Лилия, она имеет способность кормить ее до самого дна. То есть, Господи, мы углубляемся, и уже никто не выглядит нас оттуда. И она белоснежная. А грязь в ней не пристает. И она вот, это слава Божьей, светится и прикасается к людям. Мы разделяем эту цель, этот цвет жизни. Вот. И вот эта церковь, символ невесты же Лилия. И эта вот Лилия, она бывает какая-то. И ландыши это тоже Лилия. Я нарцисс Сарон и Лилия Далин. И потом вот так, как мы ставим, три вида Лилии. И мы с этим, как отец и друг ситой. Я просто вот благословляю вас. Вы эта Лилия драгоценная. Богу очень дорогие. И вот то, что пробуждение, когда оно есть, оно уже здесь. Мы загвашены. Просто Господь добавляет и добавляет с собой. Очень по-другому совершенно. И еще вот мы Господу все время говорим «да». Единственный раз, когда мы должны говорить «нет», это «нет ничего невозможного, полагаясь на Христа». Нет ничего невозможного, веря Слову Господа. Если Слово Божие для тебя, есть лишь невозможное для меня. Так уповай лишь на Нему, найди покой свой в нем. О, ибо все, конечно, все возможно с нашим Господом Христом. Благословляю вас, наступающий раз. Спасибо, Светлана. Спасибо. Родина, у кого есть свидетельство? Нина Борисовна. Слава Богу за вас. Вы не хромаете. Нет, я просто. Чудо. Слава Господу. Кто, что, моя выселение от Господа. Слава Богу. Случилось со мной тут небольшое несчастье, но я думаю, это слава Богу. Боже, спустилась я тут с лестницной, прокатилась и повредила ногу. Ну, слава Богу, перелом. Нет, это я сама так решила. Скорую хотела вызвать, потом думаю, нет, ведь есть Слово Господа. Я твой целитель. И еще мне очень нравится Слово Господа, что свой престол Он поставил на небесах, и Царство Его всем обладает. Всем это значит всем. У Него все есть. И исцеление для нас, и свобода, и милость Божия, и благодать. И вот просто такая вера поднялась. Еще раз прочитала этот 102-й псалом, 19-й стих. Укрепилась. Я говорю, Господь, у Тебя есть для меня исцеление. И спасибо всем, кто молился. Моя нога, слава Богу, я даже на ней прыгать могу уже. Слава Богу, слава Господа. И Юрий Николаевич во время вот этих молитв подошел ко мне и говорит, Нина Борисовна, вы чем больше свидетельствует, тем больше чудес получаете. Это действительно так. Свидетельствуйте, и вы будете получать больше от Господа. Вся слава только Ему. Дорогие, есть еще у кого-нибудь что-то рассказать? Зинаида, выходите, пожалуйста. Хочу сказать не свежее свидетельство, хотя бы вам не свежее. Нет. Я хочу сказать о том, насколько сильно Слово Божье. Как оно действует в нашей жизни. 90-й Псалом, который мы читаем каждый день как охранный. Он спасал жизни нескольких человек. Я вам сейчас и свидетельствую. У моего мужа был друг, пожилой человек. Однажды он вроде бы неверующий, а ученый великий. И муж говорил, не вздумай ему там чего-нибудь говорить про Христа. Вот, однако я ему сказала. И он через некоторое время едет в командировку и говорит, Зинаида, пожалуйста, помажьтесь за меня, а то я в командировку еду. На своей машине. И я повалилась за него вот этим 90-м Псалом. И он уехал. Через три дня он мне звонит и говорит, Вы не представляете, что происходило. Я, как и ехал на трассе, уже возвращался когда. Оторвалось переднее колесо у машины. Представляете, что такое? На большой скорости. Скорость была больше ста километров. Оторвалось переднее колесо. Я, говорит, жив. Машина не разбита. Я просто спокойно съехал на обочину дороги. Спасибо за молитву. Второй. Муж покупает машину. Мы еще там, где жили, в Казахстане. И на этой машине, значит, мой зять говорит, давайте поедем. Муж приехал в Китай в командировку. Мы поедем на дачу. А я, когда он машину приедал, я взяла, написала этот 90-й Псалом. И положила его в этот бардачок. Муж начал ругаться. Вечно ты тут эти свои молитвы толкаешь везде и круглые, и всюду. Но молитва так и осталась. И вот мы выезжаем, значит, на этой машине. Машина не идет. Не идет, и все. Такое впечатление, что подняли у нее и держат. Буксовали, буксовали. А ехать до дачи 14 километров. Все 14 километров мы ехали, как будто бы мы машину везли на себе. Мы устали оба. Зять мокрый сидит. Понять ничего не можем, что с машиной. Все включено, все работает, никаких проблем нет. Но машина не идет. В общем, короче говоря, доползли. У меня устали ноги, у меня мокрые волосы. Мы брем машину на себе практически. Доезжаем мы до ворот кооператива. Машина раз, как ласточка, и пошла. Загрузили мы эти несчастные доски. Возвращаемся обратно. Взять на работу надо. Подъезжаем к гаражу. Не открывается гараж. Никогда не заедался. Мужики собрались со всех сторон. Открываем, и получается. А мы в это время дом сговорили уже покупать. Говорим, давай в дом тогда завезем, выгрузим во дворе. Пусть они валяются, а потом сложим. Мы доезжаем туда, возвращаемся. Значит, загрузили доски. Нам нужно развернуться. Дорога около дома узкая. Две полосы всего. А машина длинная, четверка. Мы начинаем разворачиваться. В это время несется машина. КамАЗ на громадной скорости. Я говорю, Андрей, ты остановись, потому что он нас сейчас просто размажет в лепешку. И мы остановились, да, вместо этому КамАЗу. Но в КамАЗе сидели два глубоко пьяных человека, которые не видели, что машина стоит на этой стороне. Я только вижу, что машина летит в мою сторону. Я сидела на переднем сиденье. Все, и он нас со всей скорости долбанул. Я прихожу в себя. Меня поднимают с дороги. Спрашивают, у тебя все нормально? Я говорю, да, все нормально. А у меня мама плачет. Мне так, получается, жалко стало. Он был весь в маленькую дырочку, как я по асфальту, так вот ехала спиной. Смотрю, и зять, ходит уже. Машина наша в 30 метрах вся в лепешку. А Андрей ходит, распоряжается. Она эвакуатор вызывает. Гаи тут приехали. Значит, все такое. А мы нормальные, понимаете? Машина просто разбита вся и в мою дверь ударила. Тут, значит, все это сделали. Поехали в ГАИ. Значит, отправили машину с эвакуатором в гараж. Поехали в ГАИ, дали показания. Потом нам, конечно, говорят, что, мол, давайте вызовем всякие выключить скорую. Потому что мало ли шопового состояния. Вызвали скорую, отвезли нас в больницу. Значит, проверили, ни у кого ничего нет. Легкое сотрясение у Андрея. Все, я абсолютно здорова, понимаете? Машина в лепешку. Она ударила в мою дверь. А оказывается, с другой стороны ехали мои соседи по квартире. И они все видели, что происходило. Потом она мне говорит, соседка, слушайте, а что вообще с вами произошло? Я говорю, а что произошло, я же не знаю. Она говорит, вы знаете, было такое впечатление, что вас кто-то подхватил на руки и через стекло вынес обоих. И аккуратно положил, ну вот так вот, слегка бросил на дорогу. Понимаете? Мы переночевали в больнице. Дочка дала телекрамму мужу. Муж быстро на самолет возвращается, забегая в больницу и видит, что мы гуляем по коридору. А он перед этим забежал, заехал еще в этот гараж и посмотрел, во что превратилась машина. Это просто груда металла, и все, больше ничего. И он, наверное, думал, что мы там в каком-то таком состоянии. А он так заходит в коридор, и мы стоим. И он так потихонечку сползает по стеночке. Медсестра побежала, давай ему там, он же, наверное, сидит толкать. Потом я его спрашиваю, как ты думаешь, а что нас спасло? Он говорит, да, конечно, твоя молитва, которую ты положила в бардачок. Слава Богу. Знакомое чувство у меня отлетало перед ним колесо автомобиля. Я ехал на рыбалку, поругался с женой, это было 20 лет назад. И я смотрю, что это колесо поехало. Мое. Слава Богу. Есть у кого-нибудь еще, дорогие? Оля. Доброе утро. Хочу немножко рассказать. Мы вчера были в детском доме, вот в этом нашем детском доме, в котором мы уже, слава Богу, регулярно ездим. И знаете, вчера было такое приятное, очень радостное чувство. Мы с мужем были опять в группе, в которой мы были в августе, с нашей молодежью. Вот я рассказывала, может, вы помните, как мы с колесочниками там занимались, и как они радовались, в общем, какое было счастье у этих детей. И знаете, в этот раз просто я была удивлена, ну невероятно, потому что в этой группе детки в среднем 7 лет. И до августа месяца они все были, ну просто в колясочнике практически, там только одна девочка ходячая была. В этот раз мы приехали, двое детей, представляете, неожиданно пошли. Это было просто невероятно. Воспитатели нам говорят, слушайте, знаете, неожиданно пошли вот эти двое деток. И, значит, одна девочка, с которой, вот может быть, вы помните, я рассказывала, Лера занималась, она вот ее все целовала, целовала, целовала. Вот эта девочка была очень сложная. Вот Аня, ей тоже там порядка 8-9 лет, она была вообще никакая. Она до этого сидела в коляске, и оно, нам воспитатели даже не очень хотели ее отдавать, потому что говорили, что она, ну, начинает буявить, и она начинает в кровь руки, ноги, там, себе разбивать. В общем, в этот раз, значит, я к этой девочке Ане подошла, слушайте, представляете, и я, ну как бы, я плохо именно запоминаю вообще. Вот я к ней наклоняюсь, ну как там, с детьми что-то сговаривать надо, и понимаю, что они молчат. И я наклоняюсь к этой девочке, я говорю, ой, привет, красавица, в общем, как тебя зовут? И она мне говорит, Аня, представляете? И эта девочка, Ваня ее потом взяла на руки, и, в общем, ну, пытался там ее поводить. Вот, она очень прямо так ножками упиралась, и потом мы просто на коврик ее спустили, и она ползла, понимаете, вообще, она ползла, она... И воспитатели говорят, эти дети стали другие, говорят, ну, что-то с ними происходит. Они стали более, ну, интересоваться игрушками, какими-то вещами. К половине группе стали ходить учителя на домашнее обучение, представляете? То есть воспитатели замечают, что дети, ну, как бы вынырнули, что у них, как бы какой-то прогресс наметился, и стали приглашать учителей, ну, в общем, есть вот эта инклюзивная система, когда приходят учителя и занимаются домашним образованием, очень с этими детьми. Слушайте, ну, это было просто невероятно. Я понимаю, что молитвы — это просто невероятнейшая сила вообще. То, что было в прошлый раз, то, что делала молодежь наша вообще, насколько вот эта любовь, их молитва... Мы молились там все за эту группу. И вот я говорю, в этот раз мы просто видели результаты Божьей работы. Вообще, Бог просто пришел невероятно. Поэтому, кроме того, конечно, что мы были у колясочников, я хочу просто засвидетельствовать. У нас опять была большая команда, слава Богу. Ну, из нашей церкви там, может, не очень много, но очень много было еще неверующих людей из Москвы, Наташа собирала. Потом были люди из православной церкви, из каких-то там совершенно других церквей. И проводили мастер-классы и для старших детей. И был невероятный брат из какой-то... Рауз. Рауз, да. А в общем, какой-то брат, ну, просто ураган он меня сразил. Значит, мало того, что он грелки надувает, и они у него лопаются, он там гвозди закручивает, сковородки рвет. Ну, очень-очень просто чудесный брат. Но настолько в нем горит Божий огонь, настолько он свидетельствует о Боге. Он, когда говорит о Боге, просто такое впечатление, что открываются небеса, сходит радость и огонь с неба. И дети настолько были потрясены вот этим братом. И мальчишки взрослые, которые просто были в таком состоянии восхищения, это все, слава Богу. В общем, слава Богу за всех. Слава Богу, спасибо, кто ездит. А вот действительно мы приносим радость, мы приносим Бога в эти веса. Приходит сам Бог. И знаете, жизнь этих людей меняется. Там, где ни было надежды, вообще никакой приходит надежда. Я не знаю, что будет дальше с этими детьми. Знаете, я смотрела, первый момент опять в этот раз, я вспоминала, что там была моя вера в прошлый раз. И я смотрела на этих детей, я думала, господи, вообще, просто они в таком состоянии, они родились тяжелом состоянии, бросили родителей. У них нет будущего. И, ну, в общем, такая тяжелая жизнь, господи, вообще. Вот мне непонятно, у меня нет ответа, почему это есть. И знаете, вдруг у меня так, меня бронзила такая миссия. Все эти дети, они будут на небе. Все дети, да иди, обо всем вот эти дети, они будут на небесах. И неизвестны будут многие люди, которые за ними ухаживают, все на небесах. И вот эти дети, они для нас, они для наших сердец. Когда мы туда приходим, что-то с нами происходит. Когда мы туда приходим, не знаю, кто-то приходит Бог. В общем, я ободряю, у кого есть желание в сердце, приезжайте. Это чудесно. Вы сами будете меняться. Вы увидите, как Бог действует. Ну, прям как Бог действует там. Это чудесно. Это просто необыкновенно. Нам нужно завести брата, который будет рвать грелки в сковородке. Спроси, не я ли это, нет? Не ты ли это? Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Очень. Вот я, глядя на вас, на вашу семью, каждый день еще больше верю в Господа. Просто. Правда. Правда. Спасибо. У нас есть молитвы. У нас еще есть одно свидетельство. Слава Богу. Добрый день. Я хочу засвидетельствовать в том, что я как-то для себя еще раз убедилась, что для Господа нет расстояния, нет времени. Господь знает, что ты хочешь уже заранее. Даже ты еще не знаешь, но Он уже знает, что надо сделать и о чем ты попросишь. У меня заболел внук. Он живет в Кировской области. Температура не спадала. Тридцать девять. Он еще маленький, ему полтора годика. Вот. Я пришла сюда на ночную молитву. И с первым здесь, с кем познакомилась, это с сестрой Ниной. Я подошла к ней и говорю, вот так, давайте помолимся. Она с удовольствием. И мы с ней так мощно помолились за исцеление. Потом я пришла домой, позвонила дочке. Дочь, как, говорю, у меня Кирюшенька, мой золотой, мой дорогой. Она такая, мама, ты веришь? Нет, что у него температура еще днем пропала. Мы молились вечером, а температура днем пропала. Вот. Ни расстояния, ни времени. И Господь знает, вот, сердце каждого вот человека. Он, он даже, я не знаю, как он работает. Был он у меня в жизни случай. Но еще дети были маленькие. У нас тогда в городе сильная гроза, часто было летом. Молнии сильно падали, много пожаров было. Это был такой у нас сезон страшный. Вот. И Женя, у меня дочка, она очень сильно грозы боялась. Нам, как бы, как детям, Господа, мы еще, наверное, не такие совершенные. Мы только учимся, да. Мы пытаемся мудростью у него взять для себя что-то вот самое такое вот, самое классное. Но все, что есть, Господи, мы за этим и приходим сюда, наверное, все взять. Мы жадны в этом, наверное, как бы, мудрости. И вот я прошу для себя всегда, Господь, дай мне мудрости Твоей, мой ум Христов. Если я Твоя дочь, то мой ум не должен быть чей-то там другого. Он должен быть только Твоим. Вот. И с детьми мы взялись. И я смотрю, и она боится, я ее так взяла, так под крылышком говорю, Жень, Вань, давайте возьмемся за ручки и помолимся. Как только начали молиться, а детская молитва, она ближе к Богу, потому что они еще не нахватались в этом мире всего вот этого негативного. Нам тяжелее, как бы, но мы исправляемся. Мы идем потихоньку, помоленьку, мы идем к Господу, Он нам делает открытие, как бы чудеса для нас открывает. А дети, они же чистые. Они всему верят. И мы помолились. И вдруг так резко гром прошел, и вот эти все тучи над нашим домом, они все разошлись. И такое солнце вышло. И так нас вот прямо в окна нам стало светить. Вот. Слава Господу! Разве это не чудеса? Для Господа ничего нет невозможного. Слава Господу! Слава! Ты прекрасен! Ты вообще огонь Господь! Спасибо большое! Слава Богу за рисунки! Я наконец-то дождался, мне нарисовали рисунок. Да. Я дуванчик, вот если вы обратите внимание. Меня только дунуть осталось, в принципе, и все. Анечка. Дорогая сэр. Да, для Анастасии Минеевой. Вау! Я давно обещала. Это вообще картина одна из вторых, которые Бог показал. Ну, просто так вот, не знаю почему, я должна подарить сегодня. Давайте скорее. Это прообраз Духа Святого, который огонь у меня на сердце, чтобы я тебя его нарисовала, потому что у меня есть огромное желание просто передать тебе, что Дух Святой — это твой друг, который будет с тобой в любую минуту, и он тебя будет защищать и утешать. Спасибо.